Текущая реализация алгоритма показывает прекрасные результаты в плане эффективности работы программы. Тем не менее, ее можно существенно улучшить. Давайте заметим, что в каждый момент времени нам нужно помнить только два последних вычленных числа Fibonacci. Хранить все предыдущие вычленные Fibonacci нет никакого смысла. Поэтому вместо std-вектор нам будет достаточно двух переменных. Давайте изменим программу соответствующим образом. Вектор нам больше не понадобится. Если n не превосходит одного, можно вернуть n. Нам понадобится, помни, два последних вычисленных числа Fibonacci. Вначале это 0 или 1. После этого нам нужно посчитать сумму двух предыдущих чисел Fibonacci. И сдвинуть два наших заполненных числа. Вернуть нужно наше текущее число. Компилируем. Проверяем, что программа работает. И измеряем время работы программы. Видно, что программа отработала за 26 миллисекунд, что примерно в три раза быстрее, чем работала предыдущая версия программы. Кроме того, в огромное число раз уменьшился расход оперативной памяти. Теперь вместо того, чтобы хранить все вычисленные ранее числа Fibonacci, то есть 30 миллионов, мы храним два последних вычисленных числа Fibonacci в каждый момент времени. Тем самым программа была еще очень-очень сильно соптимизирована.